Спасибо большое. Мы приглашаем к докладу Галину Ларису Витальевну, доцента Национальной фармацевтической академии Украины, доклад на тему о проведении педагогического эксперимента по внедрению в инфрационные формы обучения в Национальном фармацевтическом университете. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Во-первых, хочу поблагодарить организаторов. Уже не первые были на такой конференции. Очень приятно видеть знакомые лица. Это был уже трудно даже в фейсбуке. Но все-таки я представитель Национального фармацевтического университета для наших каразинских партнеров. Я декан фармацевтического факультета и координирую педагогический эксперимент по внедрению дистанционного обучения на УПАО. Собственно, поделюсь сегодня опытом того, как это все произойдет. Ну, хочу сказать, что, безусловно, то, что сегодня есть интерес к этой теме, он не случайен. Все, думаю, преподаватели вузов понимают, что за дистанционным образованием действительно будущее. Но путь Национального фармацевтического университета в этом направлении, слава Богу, начался 10 лет назад. И то, что я сегодня буду показывать, это уже 10-летний Круппит ОИС-права. В 2007 году по инициативе ректора Национального фармацевтического университета профессора Чернышко-Антима Троича у нас был создан Центр дистанционных технологий обучения. В 2008 году мы набыли членство в режиме УРАН и стали готовить электронные бедручки, иншие методичные материалы и просто размещать их на сайте дистанционного обучения. Платформа МОДУ выбрана была сразу. На протяжении 5 лет мы усиливали свои методические разработки. С 2012 по 2015 год пошло активное обеспечение кафедры университета компьютерным по реферимным обладаниям для сдействия начального процесса за дистанционную форму. Мы повышали квалификацию научно-педагогических противников. И низкий поклон профессору Кухаренко Владимиру Николаевичу, то, что сделано в фарма-университете, сделано благодаря сотрудничеству и обучению непосредственно в Национальных технических университетах КПИ и Национальных технических университетах КПИ. Мы готовили дистанционные курсы по специальности фармации, готовили видеоматериалы, которые демонстрируют химические, биологические исследования, технологические процессы. И в 2015-2016 году мы начали педагогический эксперимент, собственно, осуществили набор студентов для участия в этом эксперименте. Вот я вам представляю контингент дистанционных студентов НФАУ. Сегодня это 125 человек, и в том числе 72 человек – это набор 2016-2017 года. Кто эти студенты? Здесь нет ни одного школьника, и я обращаю на это внимание, потому что действительно проблема социализации у нас существует. И мы в качестве контингента дистанционных студентов выбрали на фарма-факультете 1. Это магистранты, это те наши выпускники, которые получили ОКР-специалисты, и затем на короткой полуторагодовой программе они получают диплом магистра фарма-факультетов. Вот видите, что звездочка у меня там указана, 34 со звездочкой. Это те магистранты, уже магистры, потому что в феврале 2017 года они уже получили диплом. То есть вот педагогический эксперимент на этой образовательной программе, он уже полностью прошел. И мы, соответственно, начали его второй раз с шестикурсниками. На достаточно длинных учебных программах, а это 4,5 года можно учиться и получить диплом по специальности фармация, но обращаю ваше внимание, кого мы приглашаем учиться дистанционно, это друговыщая свита, кто-то наибольшим матерованный, и я об этом не устаю говорить, что это действительно лучшие студенты, которые приходят уже не случайно, они приходят намеренно и максимально имеющие желание мотивацию учиться. Вот у нас таких студентов в прошлогоднем наборе было 11 человек, в этом году уже 20. Первый раз мы пригласили тоже 4,5 года обучения, это люди, имеющие среднее медицинское образование, то есть это медсестры, фельдшеры, акушеры, они тоже из медицины, фармация очень близка медицины, поэтому они с удовольствием перекучиваются, но первое свое образование они получали, конечно, в живучных медицинских колледжах. 16 человек у нас сегодня на первом курсе. И на третьем факультете у нас в общей сложности 15 студентов, на первом и на втором курсе, видите, 7-8, это те, кто непосредственно закончил фармацевтические колледжи и, имея дипломы фармацевтов, учатся для того, чтобы получить дипломы провизора, дипломы уже магистрские. Так, ну, я думаю, что в этой аудитории не нужно никого убеждать, раз вы пришли на конференцию по дистанционному обучению, вы понимаете, что это есть и во всех странах мира, и вот и в Украине. Но, тем не менее, может быть, для тех, кто сомневается, фармация должна быть дистанционным или не должна. Пожалуйста, в Великобритании сегодня, это абсолютно свежая информация, вот 18 образовательных программ, как минимум 3 университета я здесь перевожу, и университет Киля, и Мачестерский, и Кардифа университет, разная длительность программ, и годовая, и детей, и трехлетняя, магистр клинической фармации. Если говорить о Соединенных Штатах Америки, это 21 учебная программа, и только лишь в Университете Фарида, нужно учиться по четырех дистанционным программам, с длительностью, видите, год и полтора года, разные направления, и фармацевтическая химия, и токсикологическая химия, и управление здравоохранением, ну и так далее, и так далее. Что касается нормативной правовой базы Украины, я расположила на этом слайде нормативные документы в хронологии, те, кто прикоснулся к этому вопросу, понимают, что они должны досконально знать именно эти материалы. Положение к дистанционному обучению выходит в апреле 2013 года, затем в 2015-2014 году там появляется дополнение, которое говорит о том, что для того, чтобы ВУС осуществлял подготовку специалистов по дистанционной форме, необходимо взять дозвил МОНа, и Национальный информимент университет начинает с прямого для своей деятельности, чтобы еще и получить официальный дозвил МОНа. В октябре, в конце октября 2013-го, конкретизируется документ, вымога до ВУС еще надает осветление послуга за дистанционную форму. Очень серьезные вымогы. Хочу сказать, что 5 лет понадобилось только для того, чтобы каждая из этих пунктов была выполнена. Поэтому, если вы где-то будете слышать, что дистанционная форма, которая еще и действительно в соответствии с нормативной базой, это легко, то есть это миф, и можно об этом забыть. В этом году, когда мы уже очень плотно подошли и готовы были писать письмо министру Аслиты, Ильи Гриневич, что действительно мы готовы получать официальный дозвил, начались консультации, юридические поездки в МОН, и вот я вам демонстрирую, что в статье 32 закона о внешнем образовании пункт второй части нас друга и таки слова еще. ВНЗ, мы право, самостийно вызначат и формы навчания, это форма организации навчального процесса. Так, конечно, на сегодняшний день в Украине нет ни одного дозвила, ни одному ВНЗ, хотя у нас есть 10 лидеров, и Вадим Владимирович мне может помочь их сейчас всех назвать, я, наверное, назову только 5. Это Хмельницкий национальный университет, Сумской державный университет, Полтавский университет экономики и торговли, Национальный педагогический университет Драгоманова, ну, дальше, прошу прощения, там не помню. Это те, которые начинали еще с 2003 года, у них были разрешения дважды от МОНа на педагогический эксперимент, но на сегодняшний день они в том числе дозвил не получают, и уже юридически действительно обосновывают, что резюме на слайде отрывания дозвил, ну, предпочая декларативный принцип, уважаемые коллеги, для кого-то это кажется очень-очень либеральным, но тем не менее так работает в Европе. Для того, чтобы в Европе открыть аптеку, не обязательно бежать во все инстанции, а достаточно выполнить требования, которые государство предъявляет к тому или иному виду деятельности, а затем, безусловно, быть готовным к любой проверке. Точно так и с дистанционной формой. Что нужно сейчас делать? И это же сделали те вузы, которые я назвала. На своих сайтах вы можете проверить, потому что я лично это проверяла, мне нужно было тоже знакомиться с этими документами, их не так просто подготовить. То есть на сайте оприлюбируются результаты самоинспекции, выгонания вновь наказу 15-18. И в членах начального закона голосуют за то, что такой пакет документов действует и начинаем работать. О том, как тяжело выполнить требования 15-18, ну вот несколько слов, потому что те, кто новички, чтобы вам не было слишком страшно, а те, кто уже в теме, они все это знают. Организационное забеспечение. Да, нужно решение ученого совета и для украинских вузов подалатой продолжительной консерватизм. Далеко не у всех получается. И мы только это сделали вместе в мае 2014-го. Учена рада проголосовала, что такие за. А с 12-го мы уже учились, и у Владимира Николаевича Кухаренко так, на всякий случай. Да, я говорила уже сегодня, что респект решению нашего ректора и нашим сотрудникам Центра дистанционных технологий я сегодня присутствую здесь, Яна Ивановна Панкратовой. Это наш директор Центра. 10 лет ее деятельность примована именно в этом направлении. И, конечно, база была создана огромная. Сегодня мы пришли к тому, что уже недостаточно нам одного Центра. Нам нужен уже институт тоже дистанционного образования. и усилить, конечно, методическую складовую. Что касается кадрового забеспечения. На сегодняшний день в додипломной системе у нас 177 преподавателей, которые повысили квалификацию по программам технологии разработки дистанционных курсов или дети ЮТОР. Уже сказала и призналась в дружбе и любви к Владимиру Николаевичу, но мы перестали с ним сотрудничать. И говорю почему. Потому что преподаватели уже к нему очень привыкли, его полюбили и, увы, констатировали, не перестали выполнять так, как это положено, те задания, которые он дает. Поэтому 5 лет мы учились в КПИ, теперь мы учимся в Университете экономики и права КРОК, великолепный курс ЕТЮТОР. Вот лично я прошла этот курс и получила сертификат в конце 2016 года. У нас 41 кафедра задействована в подготовке специальности фармации. На каждой кафедре у нас сегодня минимально 2 сертифицированных преподавателя и есть 6, даже уже 7. План повышения квалификации на этот год 108 человек. Вот 54 уже учатся опять в КРОКе. Ну и только 5 из них, видите, повторно. То есть это те, у кого закончатся сертификаты Владимира Николаевича. Ну, здесь о науково-методичных не буду останавливаться, хотя подчеркну, не знаю, из каких вузов есть коллеги. То есть лабораторные работы мы выполняем только очно. Это решение ученого совета. Все лабораторные работы и все пиццуковые модульные контроли только очно. Выводим мы в дистанционку лекции, семинары и только часть практических занятий. То есть, по сути дела, мы здесь считаем, что у нас смешанное обучение. Необходимо специализированные примещения. И я хочу тоже сказать уже с гордостью, что мы буквально на следующей неделе открываем видеостудию, уже оснащенную самым современным оборудованием, где наши преподаватели будут читать синхронные лекции. Но потреба у нас есть еще в трех видеостудиях, а там, скажем так, бюджет создания одной и только одной, это порядка 250 тысяч гривен, насколько я не желаю, да? 250-300 тысяч, вот так сегодня это все пошло. Только в 2016 году на кафедре университета было передано 328 компьютерам, а в целом вот под эту программу ректоратам выделено около 360 компьютеров. По поводу скорости интернета. У нас действительно оптоволах, но это правда, и на входе у нас не 10, а 100 мегабайт, но на кафедрах, на рабочих местах тьютеров, Увы, у нас еще недостатня такая шлитка есть, и тому наши выкладачи инфалы пращают дома, что их буря не только их, но и их семьи. Это, увы, вот такая правда. В информационном обеспечении слабым звеном у нас является отсутствие электронного деканата. Те, кто работает с углом, понимают, о чем я говорю, он великолепно адаптирован для одного студента, но обобщать информацию, когда у меня есть у меня 125, это чрезвычайно сложно, потому что эти 125 учатся по шести учебным планам. Вот, и если, как у декана, у меня есть электронный деканат для дневной и дезавочной комнаты учения, то для дистанционной нет. Здесь у нас сейчас пишется отдельный плагин, мне бы, конечно, было интересно, если у кого-то есть опыт там поделиться, может покупать идеально готовый. Ана Николаевна, у вас нету? Да, мы вам не подробно сможем поговорить. Так, ну и о курсах. О курсах я вот здесь называю цифры 18. Это те, которые сертифицированы, потому что сегодня Анна Николаевна говорила, они сертифицируют и в Каразино всего 65, правильно? 65, в этом году 16. Вот в этом году мы сертифицировали именно 18 дистанционных курсов, по этому короткому сроку отучения с ОКФ-специалист на Магистра. Ну и здесь уже так полегче не буду останавливаться, все равно презентация останется, изучите. Какой у нас начальный контент? Вот такие у нас дистанционные курсы, все лекции, все лекции, то есть весь теоретический материал у нас записан в виде таких вот, можно спорить, как это назвать, видео или аудиоконтент, но тем не менее, вот привожу скриншот, программа Screencast.oMatic мы записываем дальше. У нас есть просто подкасты в латинском языке, в английском языке, великолепно, когда студент нажимает на соответствующую кнопочку и преподаватель там озвучивает произношение того или иного слова. Вот так у нас, вот такие у нас материалы, они у нас визуализированы, с табличками, но честно скажу, честно скажу, конечно же, нужно продолжать работать в этом направлении, потому что это очень тяжело, это настолько трудоемко, чтобы я могла продемонстрировать вам вот такой контент. Это глоссарий требования тоже, 15-18 наказа. Вот такие у нас сегодня сняты видеопрактики. Фармацевтическое образование предполагает огромный долг химических дисциплин, и то, что больше всего вызывало опасения, именно химические кафедры быстрее всех справились с этим заданием, и они визуализировали свои дистанционные курсы великолепно. Теперь можно и смотреть, как окрашивает пламя кристаллы того или иного металла, натрия, калия, не так, как раньше мы просто читали в книгах. А здесь действительно все это видно, и цветность, и длительность той или иной реакции. Вот это у нас кафедра ботаники учит наших студентов, прежде чем посадить к дырогущим микроскопам, она учит, как необходимо им пользоваться. Ну, собственно, вот такой контент. Да, и вывод-то у меня здесь какой? Да, у нас есть видеопрактики, но, конечно, нам есть куда стремиться, потому что у нас нет лабораторных эмуляторов пока, у Николаевны. И у нас нет тренер-моделирующих программ, для формы университета это тоже пока дорого. Практические задания великолепно размещаются в Мудве, на этом даже не останавливаюсь. Если кому-то интересно, вот сравнительный анализ учебного плана информации, классическая, традиционная заочная форма обучения, измишено, как мы ее называем, то, что реально мы осуществляем. То есть заочный студент должен будет пробыть в университете 32 дня, по 16 зимой и летом. Вы видите, что лекционные часы, семинарские, практические занятия. И показываю, как мы вываженно подошли, то есть все лекции, 56, конечно, мы вывели в дистанционку, 134 часа семинара, но практических занятий, видите, практических занятий из 96, в дистанцию брали только 24. 72 часа он по-прежнему приехал в фарм-университет и уже теоретически натасканный, поработал с тем инструментарием и теми реактивами, которые ему в кафедре выдали. Таким образом, вот специфика учебного процесса, который в фарм-университете реализован. Наши студенты изучают, такого у нас нет ни в дневной форме, ни в заочной, только в дистанционной. Наши студенты изучают только одну дисциплину на протяжении определенного количества недель. То есть это такое цикловое обучение. Учебная программа, конечно же, делится на дистанционную обученную часть. Вот я визуализирую такой учебный план, график, точнее, учебного процесса, который я же там рисовала и своим магистрам показываю. Видите, цветами это именно дисциплина. Социальная экономика с формацией пятники, физико-химические методы исследования две недели и так далее, и так далее. Вот они переходят из курса в курс, а в этом курсе, в этом курсе, то есть у нас дистанционные курсы, это не просто ресурсы, у нас не электронное обучение. У нас обучение при сопровождении тьютера. Весь час ДК сопровождают тьютер, спеклывание добывается в форме допомога, при тему затрылков в придумании не больше одной добы. Вот это наиболее трудоемко, это настолько сложно, что все, что мы сделали, конечно же, это только героизм наших преподавателей. Вот я демонстрирую вам, что форумы, они не пустые. Я лично веду занятия в очной форме обучения. Хочу сказать, что 51 вопрос еще не всегда у меня спросят на дневной форме, а здесь они оставляют все свои вопросы и получают ответы. Несмотря на то, что все лекции у нас выложены, я вам это показывала, в аудио-видео формате, мы еженедельно все равно проводим видеотрансляции, потому что есть те дисциплины, где необходимо ежесеместрово даже пересматривать, а то чаще теоретический материал. Плюс очень важен визуальный контакт, очень важно вот это общение, и у студентов возникают трудности, мы, конечно же, с ними общаемся. Вот так вот показываю, как работают наши преподаватели. Пока это было без видеостудии, теперь это еще будет все красиво, очень украшено на заднем плане. Далее практические занятия, они у нас высылают задания, все это показываю. Для тех, кто мутыл знает, совсем неинтересно, поэтому провистываю. Для тех, кто не знает, обращаю внимание, уровень контроля за дистанционными студентами выше, чем за дневной. Выше, чем за дневной. Вот вы увидели журнал регистрации электронных работ в студентах. Видите, тут из песни слов не выбросишь. Если задание было прислано, ведь указывается не только дата, но и даже время поступления на сервер. Сразу хочу сказать, те, кто будет рассматривать мою презентацию близко, вот именно эти скриншоты я делала в начале педагогического эксперимента. Но, собственно, мне тут уже все понятно, нашим всем коллегам тоже, поэтому, ну, уже честно вам говорю, что здесь, получается, информация немножко устаревшая. 15-го года, но это не меняет сути. Дистанционное обучение свет контролируемо. Лабораторные работы и часть практически экоконтрольной заходы только в университете. За работу в каждом дистанционном курсе студентов получают поточный рейтинг 30-й, 60-й, 60-й, 60-й и допускаются до педсункового контроля, либо до той бочной части. Есть электронный журнал у каждого студента, он не мучается, узнает, какой максимальный балл можно было получить, сколько он получил. Есть в этом журнале комментарии преподавателя. Конечно же, можно проводить мониторинг постребованности ресурсов, смотреть, что нужно, что не нужно, что пользуется популярностью. Можно следить за каждым студентом, сколько просмотров, сколько времени он сидит над тем иным заданием. Вот пример того, что у нас уникальный студент, видите, совсем ничего не открывал, а тестирование сдал на 9. Ну, соответственно, тьютер тут же вернул на исходную, сказал, что я не верю. Так, это то, что называется логи студенческие, это то, что называется проверка IP-адреса, и, собственно, за почти два года проведения педагогического эксперимента. О чем мы можем здесь поделиться, какими мыслями, с допуткой это или кинодолики, ну, давайте вместе решать. Прозористые дистанционные формы навчания ДИСНОЛЯ, ПАЕ. И со стороны студентов, и со стороны преподавателей. Коллеги, задайте себе вопрос. Вы к этому готовы? Ваши коллективы к этому готовы? Здесь виден каждый шаг участника, и тьютера, и студента. Уперша, отримана возможность постійно отстеживать, как так контролировать начальник студентов в наш сессийный период. Якисна успешность студентов, и вот Яна Ивановна мне не даст собрать, я тут сейчас дочитываю, не поступает обокращение, что успешность студентов данной формы за рахунок значной активации самостейной работы и постійным кореннистом выкладача. Готовясь к выступлению на Центральном методическом совете в ноябре 2016 года, просматриваю успешность дистанционных студентов в Мудве. Это трудно, я вам рассказывала, что электронного деканата нет, и сама не верю своим глазам. Успешность из 20 студентов дистанционной группы группа высшая освита в 5 дистанционных курсах 18 отличники. Я набираю тоже Яну Ивановну, и они на протяжении 3-х часов начинают расследование, с каких IP-адресов выполняются задания, потому что я думала, что это уже что, все в крах нашему дистанционному причине, кто-то там нашелся один такой. Нет, все проверили и убедились в том, что действительно, повторяюсь, контингент великолепный друг обыща плюс постоянное сопровождение преподавателя. Да, конечно же, они у нас очень умелые коростолачи компьютеров, и мы этим гордимся, потому что фармация — это инновационная гаузь, и эти компетенции действительно необходимы. Да, конечно же, уменьшается навантажение на начальное и инжиопровождение университета в заработок с поручением очной сессии. Пока у нас 125 студентов, но, безусловно, мы видим по интересу наших абитуриентов во время профориентации, один из вопросов — всегда можно приучиться дистанционно. Конечно же, я считаю, что наш имидж университета растет, и нам очень приятно, что сегодня наряду с Каразинским университетом, наряду с КПИ, ХАИ и КРЭ, в ХАИ, в ХАИ подключить еще и уже брать национальную форму университета, и нам приходят действительно те абитуриенты, которые хотят получить не только дипломы, а хотят получить качественное образование. Какой им долей? Огромный имидолик. Это необходимость вытрачать и значные ресурсы на вырешение создать почеткового этапа проважения. Я вам уже некоторые цифры озвучивала. За повышением квалификации тоже вы понимаете, что это все небесплатно, компьютеры небесплатно, видеостудия и оптоволокно. Таким образом, в проведении дистанционного навчания это складный, высокопрофессийный, долготрывалый процесс, который потребует значных ресурсов ВНЗ, а не поведенного кадрового потенциала. Проблемным аспектом является то, что в двор мы часто живет в этом направлении навчальной работы нашим тьютерам. Конечно же, они считаются по золочной форме. Это большая сложность. Поэтому, как мы выходим из этой ситуации? В прошлом году все тьютеры, независимо от длительности дистанционного курса, получили премию в размере должностного оплата. В этом году для национальной, даже для национальной охраны, это уже тяжеловато. Поэтому, вот у нас такие премии, которые сегодня рассчитываются так. Попроблемная оплата. Дистанционный курс идет 14 дней. Значит, 14 дополнительно. Понятно, что в педнагрузку это все входит. В педнагрузку преподаватель это официально входит. Но по положению в ВАО преподаватель должен ежедневно быть в дистанционном курсе. Отвечать же на вопросы не позднее, чем в 24 часа. Поэтому еще. Вот здесь такая оплата. Если, соответственно, 28 дней курс идет, то за 28 дней по часовкам. Час работы где-то у нас около 100 гривен. Поэтому вот так не очень, не очень густо, жирно. Но, тем не менее, стараемся. Путри минуты наших выкладачей. Какая проблема у нас? Я хочу сразу поделиться, потому что это огромная проблема. За индивидуализацией обучения то, что мы построили. Мы построили практически репетиторство. У нас в каждой теме, и так Владимир Николаевич нам тоже помогал, мы писали положение про экспертизу. Но в каждой теме к дистанционному курсу сделали 2-3 задания, коллеги. А вы потом представьте, что эти 2-3 нужно проверить. А студентов в дистанционной группе 18, а задания, а тем в дистанционном курсе минимум 15. Ну, все умножили, да? 15 умножили на 2-3, а потом умножили на 18. В общем, наши тьютеры начали там просто уже очень сильно уставать. На мой взгляд, то, что должно быть, и другого выхода мы сейчас не видим. В каждой теме, конечно же, должны быть задания для самоконтроля. Никакие не вопроса, а именно задания. И там должны быть великолепные методические материалы с примерами решения. Количество индивидуальных заданий нужно сокращать, иначе наши тьютеры просто там... Ну, если говорить о задоволенности преподавателя от этого процесса, то он гораздо ниже, чем задоволенность наших студентов. Это реалии дистанционного обучения. Ректор нашего университета ставил задачу, конечно же, очень большую, вообще перейти от традиционного заочной формы обучения в дистанционном. Ну, хочу сказать, что все-таки принято сейчас такое решение немножечко сделать паузу, потому что мы обогнали сегодня, наверное, потребности все-таки своих студентов. Только часть из них идет в дистанционные, те, которые готовы к такой кропиткой работе. И вы видите, что по результатам последнего года 25% студентов возвращаются с дистанционки, возвращаются в традиционную заочную, где их никто не контролирует. Правда? И не нужно так ничего выполнять. Ну и, собственно, вот такая у нас, такой у нас сегодня досвид. Дякую за вам.